Восвитая служба информации телерадио компании Гомелю студии прасует Виктория Кривда, глядите в этом выпуске. Их распроцовки используются в солнечной энергетике, медицине и строительстве. Шесть молодых ученых регионов в достойной премии Абл-Виканкама. Хотели гроши, а отримали термин. У Гомеля обвестили приговор по одной из самых резонансных справ за прошлый час. На лаве подсудных больше за 20 человек. А сейчас об этом и другим больше подробно. Новиковый Оскар Гомельщины отримал уродженец Йемена. Напереду дни дня белорусской науки в областном центре назвали лучшие распроцовки в учених региона, которые в приватности используются в солнечной энергетике, медицине и строительстве. Чем может гонориться в область, ведут наши корреспонденты. Уродженец Йемена Марван Аль Камали в Беларусь приехал в 2014 году. Сначала учился в Университете информатики и радиоэлектроники в Минске. Потом поступил у аспирантуру у Гомеля. Кажет, что вертаться на родиму покуль не плануя. Летость оборонил кандидатскую диссертацию, над якой працавау разом с науковым кероником Андреем Бойко. Разом они презентовали специальную плёнку, якая повышает эффективность солнечных батарей. Мы наносим эту плёнку на поверхность пластин. Эта плёнка улучшает активность солнечных батарей. Её также можно использовать в медицине для антибактериальных исследований. Сегодня Марван Аль Камали стал уладальником премии «Аблываканкама» по поддержке талиновитых молодых учёных и специалистов. За 22 года её отримали 212 человек. Теперь этот список пополнился шестью прозвищами. Сегодня реальный сектор экономики как никогда нуждается в современных технологиях, новых разработках, инновационных решениях. И ваша задача – выйти на передовые позиции в стратегических направлениях инновационного развития, укрепить связь исследованием с потребностями экономики и обеспечить внедрение результатов в практику. Ждём от вас новых идей, блестящих открытий на благо родной Гомельщины и любимой Беларуси. Практика подтвердила здольность беларуской науки выращать любые задачи. Нано- и агрокосмичные технологии, машина и приборобудование, роботизация и охово здоровье. Новаторские идеи науковцеву выкористовываются у самых разных сферах. Урач-невролог Максим Ленков приймал удел у распроцовцы новых методик лечения. Есть такое осложнение нервной системы, называется полинейропатия, когда поражаются нервы на руках, на ногах. И мы разрабатываем методы лечения таких пациентов для того, чтобы уменьшить выраженность болевого синдрома этих пациентов, улучшить качество их жизни. Мы выступали с нашими достижениями на международном уровне. Это Российская Федерация. Коллеги очень позитивно восприняли, взяли на вооружение, можно сказать. И мои работы также были отмечены специалистами, в том числе и Российской Федерации, и заняли определенные места на научных конференциях. Полово молодых науковцев, которые сегодня отрывали стипенды обловоконкама, проставляют в Белорусский Державный университет транспорта. Назва распроцовки Кристины Сирож для неспециалиста вельми складанная. Алиэ практичное применение дозволит значно спростить процесс проектования будауничьих конструкций. Моя разработка будет применима. Она позволит сократить процесс проектирования, позволит спроектировать заранее, численно увидеть модель конструкции, как она будет себя вести, как она работает. И таким образом мы можем спрогнозировать и в том числе материалы, количество материалов, которые мы используем для конструкции. Указ об затверждении Дня белорусской науки президент краины подписал Амаль 30 годов тому. Это был не просто час для краины. Необходно было отрадить айчинную навуку, как зяеда помогает сделать экономику больше эффективной. Сегодня можно констатовать, что поставленная задача выполнена. Олег Сенсеров, Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Еще 102 назвы. У Гомельской области установили ранее неведомые везки спаленую годы Великой Айчиной войны. Третий год за пар прокуратура расследует криминальную справу об геноциде белорусского народа. Допытно больше за 2000 живых святков непримиримых фактов злочинствов у дочинения до нашего народа. У прокуратуры будет еще шмат работы в этом накерунку. Необходно ушиновать память кожного загинулого. В регионе по ранейшему застаются непозначенными места массового знищения мирных жихаров. Допрошены тысячи людей. Мы вернули из небытия 102 деревни, которые были сожжены фашистами во время войны и о которых ни в одном справочнике не значилось. Работа по раскопкам мест захоронения и расстрелов времен Великой Айчиной войны тоже будет продолжена. В планах у нас и Чонковский лес, и продолжение раскопок в Петриковском районе. В деревне Крынки Реческого района будем вести раскопки, где расстреляли целый класс вместе с учителем. Справа об геноциде стала одной из ключевых тем минулого года. Але прокуроры не спыняют працу и по инших накерунках. Подчас подведения выника у работы ведомства за минулый год Виктор Морозов отзначил, что колькость зарегистрованных злочинствов снизилась больше чем на 2%. Однако назирается рост справ, связанных с коррупцией. Прокуроры проверяют предприемство по фактах порушения у законодавства, у темлику и у сферы АПК. Принциповые позиции супрацовников ведомства перед правосудем усе равные. И когда службовая особа здесь сняла злочинство, она должна предстать перед судом. Зарабили. Хотели гроши, а отримали термин. У Гомеля обвестили приговор по одной из самых резонансных справ за последний час. Наркокурьеры действовали в составе организованной группы. По справе проходить больше за 20 фигурантов. Ирина Дребышевская расскажет подробязанности. Я не хотели шмат и худко зарабить. Таких пропонов в интернете хоть отбавляй. Не треба специальной або высшейшей эдукации, а остатнему научить. Процедавцы орудуют в процессе сетки. Калипропонова зарабить затекало. Больше деталевая размова протягивается уже у телеграм-каналей. Они их инструктируют. Ты выходишь на место в темное время суток. Смотри, чтобы никто за тобой не шел. Одеваешь спортивную форму, желательно темного цвета, с капюшонами. Маску на лицо сейчас, тем более это актуально и не вызывает подозрений. Заставляли приобретать телефоны исключительно для работы именно с интернет-магазином. Вот столько товаров, это интернет-краме не просто и только на аматора. Улику популярных продуктов – альфа-ПВП, метадон и мифедрон – особливо небеспечные психотропы. У механизма распаусюживания курьеры и закладчики – самое слабое звено. Инакши кажучи – гарматное мясо. У руки оперативников торопляют, как правило, уже простый день. Ну, максимум, про месяц працы. По судовой справе зараз проходит 22 фигуранты. На лаве подсудных – наркокурьеры, которым на момент утшинения злочинства не было и 18-ти. По ставке психотропов и шли оптом и у розницу по всей Украине. Один из засудженных спробовал провести небеспечный груз празднежу. В составе организованной группы Скорб-Сиси работало несколько интернет-магазинов. Каждый обвиняемый нанимался в какой-то конкретный интернет-магазин. Они располагались на территории как Могилёва, так и на территории города Гомеля. И в дальнейшем, получив координаты закладок, обвиняемые выезжали как в Витебскую область, так и в Минскую, Могилёвскую область. Действовали на территории четырёх областей нашей республики. Закладки формировались на местности, закапывались под деревьями, под заборами в частном секторе и так далее. Великие гроши, отриманные за працу, наркокурьеры Яшей потратить не поспели. Теперь им светит термин от 10 до 16. Приговору силу Яшей не уступил. Минимальное наказание получили виновные, которые на момент совершения преступления не достигли 18 лет. Это 10 лет лишения свободы и 11 лет лишения свободы. Также они освобождены частично от назначенного наказания в соответствии со статьей 7 закона об амнистии. Остальные обвиняемые, в зависимости от характеризующих материалов, а также их роли и участие в составе организованной группы, получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 16 лет. Разом с тем профилактичные службы зауважили. Уживать белорусские подлетки стали меньше. У нас нет подростков наркозависимых. Но и отмечается также снижение количества подростков, потребляющих наркотические вещества. Да, остается пока мы на сегодняшний момент проблема – это совершение преступлений подростками в сфере незаконного оборота наркотиков. Это те деньги, которыми приманивают наших подростков. Профилактичные меры сегодня принимают в школах. Тяжких подлетков долучают до спорта и легальной працы. Але найлепший сродок контроля – это семья. Психологи тлумажутся, на что варто звернуть увагу. Починающие наркобизнесмены зауседы подают тревожные сигналы. Скажем так, нервное напряжение и повышенная тревога у детей. Потому что они все-таки, они понимают, все дети прекрасно понимают последствия своих таких вот действий и правонарушений. Поэтому у них начинается тревога, потому что, возможно, кто-то об этом узнает. Это будет все вскрыто, это будет замечено. Может наблюдаться такие признаки, как повышенная трясучка в руках или волнение. Закрывается в своей комнате ребенок, не сообщает, чем он занимается. Лепший метод уплыва, да и выхования, померкование специалистов – это доверальные относины у семьи. Когда пускать процесс взаимодействия на самотек, вядома же в улице выховая интернет так само научить, только не тому, чему треба. Ирина Драбушевская, Валерий Гампанько, телеродию компания «Гомель». Вода протягивая пребывать. Я ею зровенью река, хоть и не моцна, а ле расти. С кожным днем потопленными становятся новые территории. Больше за все за сутки додала березина у Светлогорску. Плюс 6 сантиметров. Сошу «Гомели» додал 3 сантиметры. Для жахаров, дома, яких опынулися под водой, продугледжено часовое отселение. Але подтопление – не одна проблема, якую несет вода. Чем еще не беспечна студенская поводка, расскажет Жанна Минина. Дом Тамары находится за некольки десятков метров от раки. На прогулце с собакам задача одна – проверить узровень воды. У соседей уже затоплены огороды, и хоть до ее жилья еще далеко, стихия подкрадывается им кливо. Этот район подтапливает часто, а лишь весной многие уже привыкли. Памятают поводку 80-х. Тогда вода затопила всю улицу. Але покидать дамы – все отмовились. На пытанете будете эвакуироваться, коли зусим затопить, отказ салком однозначный. У нас квартира еще есть, но я же не могу дом бросить. Я говорю, может быть, надо уже настилы делать, чтобы мебель поднимать. Вот это вот в этом году так вообще у людей в погребах вода, и это ужас какой-то. Страшно, конечно же. На сегодняшний день у регионе от стихии потерпели Амаль-250 подворка. У затоплены 21 жилый дом и 23 участки дорог. У некоторых районах вода протягивая пребывать. С початку поводки наибольшь набрала Припять. Узровень воды повысился больше, как на 7,5 метров. До критичной отзнаки близится и вода на роте СОЖ. Для контроля ситуации створены мониторинговые группы. Каб максимально позбегнуть подтоплению, там, где махчимо подсыпают дамбы. Насельниству с подтопленных территорий пропонуют эвакуацию. Правда, поколь покинуть свое затопленное жилье, жадающих нема. Всего в области предусмотрено более 260 мест временного размещения. В основном создаются на базе общежитий, школ и других объектов общественного назначения. Самая коварная небеспека поводки, як не дивна у воде. Подчас потопу заборонено корыстаться колодежами. Вода на шляху до их сбираю усе, что попадая по дорозе, становится брудной. Небеспечные микроорганизмы проникают у грунтовые воды, опасляю колодежи. Право корыстание такой воды без кипячения улепшим выпадку. Можно обыстись отручением. Вода по внешнему виду может не отличаться, но быть небезопасна по микробиологическим показателям. В воде могут содержаться возбудители различных кишечных заболеваний, поэтому пить такую воду в период поводка госсанадзор не рекомендует. Ситуация с поводкой находится на контроле компетентных службов и ведомства Курлосуточна. У затопленных зонах регулярно проверяют якость воды. Без чистой пятной воды ЖХРУ затопленных территорий не покинуть. Ее доставляют при необходности у першую чергу. Жанна Минина, Валера Хапанько, Телли, Радио Компания, Гомель. Рост цен на контроле. Костричницкий указ президента, згодно с яким у Беларуси уведены мораторы, на повышение цен на суперэк-предказания крытыков спрацовал, зауважают контролюющие специалисты. Мета такой антиинфляционной меры забеспечит справедливое ценоутворение во всех сегментах рынка по широким спектрам продукции. Указы зараз эффективно проводятся в день и находятся под пильным контролем. Во всех администрационных центрах и на периферии працуют мониторинговые группы. Провирающие при себе мают списы с пироликами товаров и ценами на шостая костричника. По их отсочвают отразнения. Смотрим не только на цены, но смотрим на то, какой ассортимент товаров, есть ли белорусские товары, в каком количестве, смотрим срок вводности. Мы видим результат какой, что рост цен остановлен, то есть они стабилизировались. Если брать некоторые категории товаров, особенно импортные, они вообще упали в цене. И заслуга этого тому, что благодаря системной работе мы определили, где лишние посредники, где фирмы, которые, скажем так, не очень честно определяли надбавку и на этом просто набивали свои карманы. Благодаря той работе, которую мы провели, мы эти все фирмы прослойки, посредников убрали и благодаря этому добились того, что цены остановили свой рост, а по некоторым позициям, как я уже говорил, они, конечно же, и уменьшились. В первоподжатково сопротивление системы контролю ствержали, что, нибудь, а мораторые выключат дефицит товаров и помешание ассортименту. Особливо на периферии, каже депутат. Алия Зарас особисто переконался, что этого не отбылось. Сегодня мы можем со всей уверенностью сказать, что ассортимент не уменьшился. Это радует то, что мы доказали всем, что если мы захотим чего-то, то мы можем исправить ситуацию. Вас устраивает магазин полностью, да? Так исключительно. Нормальные цены, все нормально. Отлично. Депутаты так само отзначили работу Белкапсоюза. Большая частка товара уластной вытворчести, люди в вынику отрымливают якосный, свежий и недорогий товар. Министерство по податках и сборах Республики Беларусь попереджуя супрацовников сферы гандлю об махчимых проблемах с кассовыми операциями в ближайшие выходные. Это обумовлено проведением плановых техничных работ. И они распочнутся завтра у девять годин. В обумовах информационной войны вельми важно отрымливать докладную информацию и позбегать фейков. На этом зарабил акцент аналитик Беларуского института стратегичных доследований Алексей Аудонин на сустрече с курсантами военно-транспортного факультета Беларуского университета транспорта. Как показали подеяние недалекого минулого под узденьем деструктивных каналов в интернете, молодь с часом робит неправильный выбор, об чем потом шкадует. Все не требовало дать умением знаходить правду сирот множества разностайной информации. Особливо, коли размова про наученцев военных специальностей. Миновитаяны в будущем станут головной опорой краины. Угэт имперакананы Алексей Аудонин. Сейчас важно наладить плотную работу как раз с молодежью. Разъяснять, что происходит в нашем регионе, в мировой экономике, какие противостояния будут формироваться в 2023, 2024, 2025 годах. Самое главное – дать возможность молодежи развить себя, прочитать новые книги, изучить современные подходы. Размова на сустрече об геополитической ситуации у свете, экономице и других направлениях. Курсанты отримали мягчимость задать вопросы на темы, которые их интересуют. В сегодняшний день рух по мосту Прозраку Сош на 22-м километре автодороги Р-30 Гомель-Ветка-Чачерск-Ямная обмежеванный. На участку организованный однополосный рух транспорту со светлофорным регулированием. Обмежевание фактичной массы транспортных средств складает 5 тонн. Рух в спецтранспорту, а так само рейсовых автобусов, допущальную у одиночным парадку за межеванием огульной массы 20 тонн. Невеликий участок выделенный и для пешеходов. На данном этапе происходит обоснование инвестиций, после чего экологическая экспертиза. Где-то в середине 2023 года будут проведены торги на выбор подрядчика проектной организации. После выполнения проекта будем поступать к строительным монтажным работам. Будет строиться новый мост с верховой стороны реки. А кроме однополосного руху, празмост в Ветковском районе пропонуется еще один маршрут. Ветка, Рудня, Спонецкая, Кленки, Новобелецкий район, Гомеля. По автодорогах Р-124 и Н-4102. Завтра же хари региона могут адресовать свои питания представникам мясовой улады. У Гомельске Мабл Выконками по номере 33-12-37 промую линию проведен наместник старшини Андрей Барановский. Звороты от Гомельчан примен наместник старшини Гомельска Гагар Выконками Сергея Андрею. Телефон для сувязей 51-45-58. Час работы промых линий с 9-й ранницы до полдня. Эти инши новины Вы можете знать у нашем телеграм-канале, а так само на сайте в интернете по адресі цвяргомель.бай. На этом выпуск завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле на улице братьев Люзюковых произошло возгорание в квартире. В результате повреждено имущество в коридоре. Госпитализирован мужчина. Причина пожара устанавливается. Тем временем в Реческом районе случился пожар в садоводческом товариществе «Восходка растень». Уничтожены два дачных дома. Пострадавших нет. Вероятная версия причины возгорания – неосторожное обращение с огнем. А в Речице на улице Метизников загорелись металлические вагончики. В результате в двух из них уничтожено, а в третьем – повреждено имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В Реческом районе сотрудники ГАЕ оказали помощь водителю с заменой колеса. Случай произошел на автодороге М10 границы России Гомель-Кобрин. Водитель «Фольксвагена», двигаясь в направлении Светлогорска, наехал на яму и повредил колесо. В связи с нахождением автомобиля и водителя в опасной зоне, разделительной полосе магистральной автодороги, инспекторы помогли отремонтировать иномарку. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжении эфира «Беларусь-4 Гомель» спортивное обозрение. В студии Николай Зайцев. Здравствуйте. Жлобинские металлурги Гомель провели очередные домашние поединки в хоккейной экстралиге. Рыси принимали одного из лидеров нынешнего сезона – Гродненский Неман. И уступили со счетом 1-5. Единственную шайбу у гомельчан забросил Евгений Хузеев. Жлобинский металлург свою встречу с Лидой провел куда более удачно. Подопечные Дмитрия Кравченко отправили ворота соперника 8 шайб, пропустив лишь дважды. Уже завтра Лида пожалует в гости к Гомелю, а металлург примет Брест. В Гомеле завершился Кубок Беларуси по современному пятиборью. На турнире были разыграны два комплекта наград. В женском турнире победу одержала Ирина Просенцова. Серебряную медаль завоевала Мария Гнетчик. Многократная чемпионка мира Анастасия Прокопенко расположилась на третьей строчке. Победителем мужских соревнований стал Иван Хамцов, который в итоговом протоколе всего на 9 очков опередил ставшего вторым Артема Евстигнеева. На третью ступень пьедестала с минимальным отставанием поднялся Владислав Жартун. Белорусская Анна Терех выиграла второе золото на Кубке России по велоспорту на треке. Нашей соотечественнице не было равных в индивидуальной гонке преследования на три километра. Еще одна белоруска Анастасия Киптикова завоевала бронзу. Лучший белорусский результат в этом же виде у мужчин показал Роман Тишков, который расположился на пятой строчке. Белорусская биатлонистка Динара Олимбекова-Смольская заняла второе место в спринте на Кубке Содружества в Раубичах. Победительницей гонки стала россиянка Ирина Казакевич, опередившая Олимбекову-Смольскую на три секунды. Других белорусок в первой десятке не оказалось. Пятый этап Кубка Содружества по биатлону продолжится завтра двумя гонками преследования. Мужчины стартуют в 11.00, женщины в 14.00. На открытом чемпионате Австралии по теннису определились финалистки в женской сетке. За главный трофей будут бороться наша Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в полуфинале оказалась сильнее Виктории Азаренко 7-6-6-3. Арина Соболенко в матче за выход в решающую стадию переиграла польскую теннисистку Магду Линетт с результатом 7-6-6-2. Финал австралийского чемпионата состоится завтра в 11.00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Николай Зайцев. Оставайтесь на нашем канале.